Почтить память героев и поздравить ветеранов. В Ульяновске готовится к 77-й годовщине Великой Победы. Средством массовой информации заряжены, городские власти наводят порядок на улицах и площадях. Эстетика играет важную роль. Праздничное оформление не должно выглядеть жалко и потрёпанно, уверен Алексей Русских. Обращаю ваше внимание на недопустимость размещения старых поблёкших баннеров и плакатов. К сожалению, во время личных поездок в муниципалитеты и на главных улицах, и на автомобильных трассах я почти повсеместно наблюдаю эту картину. Культурная программа на 9 мая будет традиционной. Во всех парках города и области пройдут мероприятия. Как и прежде, в центре событий будут три городские площади. Начну с площади Ленина. С самого утра там будет развернут музей под открытым небом. И это очень интересная экспозиция, которая также будет являться в течение дня и такой большой, интересной, привлекательной фотозоной с концертными программами. Она работает с 10 до 20 часов. То есть в течение дня ульяновцы могут прийти прогуляться. На эспланаде, как всегда, будет работать выставка статичной техники до 16 часов, до технического перерыва. Ну а митинг-реквием начнётся в 9 часов утра на площади 30-летия. Пройдёт и традиционная акция под названием «Красная гвоздика». Волонтёры организуют пункты сбора средств для помощи ветеранам боевых действий. Любой желающий взамен на посильную сумму получит цветок для возложения к мемориалам. Стартовала и акция «Георгийская ленточка». Бессмертный полк проведут полноценно, массово. Порадуют ветеранов Великой Отечественной и Детей войны не только культурной программой, но и материальной помощью. В апреле 2022 года выплату получили 60 463 гражданина в размере 1123,78 рубля на общую сумму 69,8 миллионов рублей. Ежегодные выплаты через Пенсионный фонд Российской Федерации ко Дню Победы получат инвалиды участники Великой Отечественной войны в размере 10 тысяч рублей. С 29 апреля по 9 мая в регионе проведут около 40 парадов у Дома ветерана. Виктория Черкова, Сергей Кудаков. Управда ТВ.